Всем привет! Вы на канале Cherry Taxi, с вами Вишняк Владимир. Ребят, читаю комментарии под роликом про блогершу, и некоторые говорят, ну, там, работайте за деньги, а не за оценки. Вы знаете, вот в риторике этой дамы есть такая истина. Она говорит, я уже 4 года так езжу, и никто мне ничего не говорит. Естественно, для меня это не аргумент, но для нее это как раз таки аргумент, потому что раз никто не говорит, значит, все нормально. Дело в том, что она не знает, что у нее в кармане ствол. Ну, образно, я сейчас объясню, о чем речь. Понимаете, есть мальчик Петя. Этот мальчик Петя всегда гадит и жопу вытирает пальцем. И этот палец вытирает дверной косяк в туалете. И ему никто ничего не говорит. А не говорит, потому что у мальчика Петя есть ствол. И все окружающие видят ствол и боятся его, и ничего ему не говорят, потому что он может застрелить. И даже если мальчик Петя не угрожает им стволом, все равно все видят, что у него есть ствол и ничего ему не говорят. Дело в том, что наши пассажиры не в курсе, некоторые, что у них есть ствол. Некоторые в курсе, и они им угрожают. Как вот тот товарищ из ролика, где он хотел покурить и считал, что это нормально. Так и другие, которые не знают, что у них есть ствол, что они низкой оценкой могут там как-то навредить водителю и так далее. А водители, зная эту систему рейтинга, при которой достаточно в бизнесе трех единиц, и водитель больше не будет работать. И, ну там, первый раз пересдача, второй раз последнее предупреждение, а на третий это как минимум на полгода блокировка. И некоторые не знают о том, что просто тем, что они вот так себя ведут, они угрожают водителю, и поэтому он будет молчать. Пока будет вот эта вот глупая система рейтинга, которая не дает водителю не соблюдать правила дорожного движения и попросить пассажиров пристегнуться, потому что он рискует получить в обратку единицы. Он не может им сказать не курить, тем самым нарушая и правила сервиса, и правила поведения в обществе, и нарушая свой комфорт на его рабочем месте, за которым он проводит. Вот иногда, ну вот как в предыдущей смене, 16 часов или 18 часов на смене, это ваше рабочее место. Если прийти к кому-нибудь в офис из наших руководителей, из наших пассажиров, и начать у него на рабочем месте курить, как многие скажут, что это нормально. В общем, когда вы говорите, работаете за деньги, а не за оценки, если вы говорите про работу в Яндекс.Такси, то не надо сравнивать ниже тарифы типа эконома и бизнес, потому что восстановить активность в бизнесе, это намного сложнее, чем в экономе. Вы в экономе делаете там 40 поездок в день, вы можете эту активность восстановить несколько раз за день, а в бизнесе мы делаем там 17 поездок за день. То есть это одна отмена, одна отмена, и весь день ты без точки B и без, ну, восстанавливаешь активность. А если два раза отменил, то, вернее, не два раза отменил, а если дошел до 10, то это блокировка. Блокировка в тарифе эконом, опять же, она не так дорого обходится, потому что машина стоит дешевле. А аренда Ешки стоит намного дороже, соответственно, и час простоя Ешки будет стоить дороже. Кто-то говорит, включайте ин-драйвер. Ребят, да, есть ин-драйвер для эконома, но не для бизнеса. Для бизнеса там куча проблем. Первое – это тарифы, второе – это то, что там нет договора о фрахтовании, а третье – и самое главное – там нет заказов. Даже в Ситимобил, где заказов больше, чем во всех остальных агрегаторах по бизнесу, заказов недостаточно для того, чтобы просто работать по бизнесу. Пока что по бизнесу можно работать только по вилле, но это другая машина. Машины, которые нужны для работы в вилле, вот она, АМГшка. Она подходит, а те старушки, на которых работают паяши, они в вилле не проходят, поэтому вы не можете просто взять и подключить себе в вилле. Вилле – это не агрегатор такси, это сервис персональных водителей. Короче, надеюсь, ответил на какое-то количество комментариев. Продолжу работать, а то сейчас, конечно, из-за того, что я восстанавливаю сейчас рейтинг, приходится терпеть очень много, и сегодня я сейчас одного парня вез на центральную станцию. И вы знаете, это намного лучше, чем предыдущие три поездки с обычными пассажирами, которые тут орали, включали маты на полную. Это просто трешак какой-то. Ну, это пятница, суббота, ночь. Я уже мечтаю, когда буду работать днем. Всем удачи!